Здравствуйте, уважаемые коллеги! Большое спасибо организаторам за предоставленную нам возможность представить результаты нашего исследования об эффективности тандемной высокодозной химиотерапии с аутологичной трансплантацией костного мозга у детей с первично диагностированными эмбриональными опухолями центральной нервной системы. Всем хорошо известно, что опухоли головного мозга в структуре детской онкологической заболеваемости занимают лидирующие позиции, несколько уступая только острым лейкозам по некоторым статистическим данным. Большая часть заболеваний – это глиальные опухоли, около 10% чуть больше занимает группы как раз всех эмбриональных опухолей, где доминируют именно медовобластомы. И заболеваемость эмбриональными опухолями центральной нервной системы, пик заболеваемости приходится как раз на детский возраст. Также хотела бы обратить Ваше внимание, что на сегодняшний день смертность от детей и маленьких от опухолей головного мозга все еще занимает лидирующие позиции, уступая место лишь несчастным случаям, врожденным заболеваниям и перинатальной смертности от осложнений. Мы также хорошо знаем, что эмбриональные опухоли головного мозга на сегодняшний день являются, учитывая свои биологические свойства, хорошо химио- и радиочувствительны. Однако для детей и младшей возрастной группы есть определенные сложности для эффективной терапии и проведения лучевой терапии в полном объеме в связи с развитием отдаленных нейрокогнитивных и нейроэндокринных заболеваний. Большое количество публикаций на эту тему существует, уже изучены большие группы пациентов, где доказано, что доза крайнеоспинального облучения, объем самой лучевой терапии прямо коррелируют с отдаленными нейрокогнитивными эффектами. И на сегодняшний день в полном объеме проведения лучевой терапии детям этой группы в общем-то не показано в связи с осложнениями. Таким образом, исторически все ведущие исследовательские группы по изучению лечения детей с опухолями центральной нервной системы, это европейские группы, HIT, Head Start, группа КОК, предлагали различные методы альтернативного лечения, что могло бы позволить минимизировать проведение лучевой терапии либо полностью исключить крайнеоспинальное лечение из лечебных протоколов. Таким образом, одним из методов альтернативного лечения может служить высокодозная химиотерапия с трансплантацией геомопоэтических стволовых клеток. Нами было изучено и проанализировано 40 детей с эмбриональными опухолями головного мозга. В исследования были включены дети с различными вариантами. Это медуобластома всех подтипов, другие супротентериальные примитивные нейроэктодермальные опухоли. Несколько детей у нас было с атипической тераптоидной опухолью, спинеобластомой и эмбриональной опухолью с обилием, с множественными розетками. Средний возраст медиана составила 2 года, от 8 месяцев до 4 лет. Несколько преобладали девочки. Большая часть больных имела М-плюс стадию заболевания, то есть имела отдаленные метастазы. К моменту высокодозной химиотерапии все дети получали инициально химиотерапевтические блоки, после которых оценивался эффект. И в исследование включались дети, которые имели полный либо частичный ответ после стандартных курсов химиотерапии, то есть опухоль, сохранившая химиочувствительность. Источником геомопоэтических стволовых клеток в основном это были стволовые клетки периферической крови вне зависимости от возраста и веса ребёнка фактически. Небольшой группе больных мы заготавливали непосредственно костный мозг либо комбинации в связи с трудностями заготовки. Все пациенты при установлении образования после нейровизуализации проходили этап оперативного лечения, была выполнена установка гистологического диагноза, после чего проводились три курса индукционной химиотерапии, и пациент уже переходил на этап тандемной высокодозной химиотерапии. В режимах кондиционирования мы использовали препараты, которые имеют хорошую проницаемость через гематоэнцефалический барьер и имеют высокую активность против эмбриональных опухолей головного мозга. Таким образом, в режиме кондиционирования первой высокодозной химиотерапии мы использовали высокие дозы карбоплатина, этапозида с интервентрикулярным введением метатриксата, в режиме второй трансплантации театепа, циклофосфамид, также с интервентрикулярным введением метатриксата. Медиана перелитых стволовых клеток у пациентов составила около 4 на 10,6 клеток на килограмм. День приживления по нейтрофилам костного мозга после первой высокодозной химиотерапии составил, был день плюс 15, после второй день плюс 17. Восстановление по лейкоцитам произошло на день плюс 10 после первой высокодозной химиотерапии, на день плюс 12 после второй высокодозной химиотерапии. И восстановление по тромбоцитам на день плюс 12 после первой и на день плюс 14 после второй трансплантации. Таким образом, медиана наблюдений на сегодняшний день всей группы пациентов составила 2 года. И мы имеем предварительные результаты общей выживаемости, составившей 76%, и выживаемости без прогрессирования 68%. Также мы попытались изучить влияние различных факторов на выживаемость безрецидивную пациентов в этой группе. Нами были получены следующие результаты, достоверные статистически, что пациенты с медуобластомой и другими примитивно нейректодермальными опухолями имели более высокий уровень выживаемости, составивший 84-80%, соответственно. По сравнению с другими эмбриональными вариантами опухоли, три пациента с атипической тератоидорабдоидной опухолью, которые были изначально инициально включены в исследование, к сожалению, погибли в течение первых двух лет наблюдения от прогрессирования заболевания. Во всей группе пациентов у нас есть 9 больных, которым не удалось выполнить вторую трансплантацию из тандема в связи с различными факторами. Примерно одинаково распределились половина детей, которым отказали в проведении второй трансплантации, развили тяжелые жизнеугрожающие осложнения после первой высокодозной химиотерапии. И мы в дальнейшем отказались от проведения второй, и половина детей у нас погибла от тяжелых осложнений после первой высокодозной химиотерапии. Однако группа больных, вот 31 человек, которым все-таки удалось завершить программу и выполнить тандемную высокодозную химиотерапию, имеет двухлетнюю выживаемость без прогрессирования, ставившую 70%. Как я уже сказала, во всей группе пациентов у нас было 23 больных с диагнозом медулобластома, которым только 12 на сегодняшний день у нас есть определены группы молекулярно-биологические, они распределились следующим образом. То есть половина пациентов, это 6 человек были в группе 3 молекулярно-биологической, и 6 пациентов это пациенты группы SHH. Мы попытались сравнить уровень безрецидивной выживаемости пациентов этих двух групп, то есть по 6 больных у нас, но трехлетняя выживаемость без прогрессирования в течение трех лет наблюдения составила 50%, что в одной группе, что в другой. Если говорить об осложнениях тандемной высокодозной химиотерапии, то на сегодняшний день мы имеем довольно приемлемые осложнения. Только 13% случаев развили четвертую стадию осложнений по различным системам и органам по данным CTC-критериев. Основными проявлениями это были тяжелые инфекции, мукозиты слизистых желудочно-кишечного тракта. Также были пациенты, имеющие гепатотоксичность, связанную с введением токсичных препаратов в высоких дозах в режиме кондиционирования. И кожная токсичность, вероятнее всего, в связи с использованием препарата Тиатепы, что также описано в литературе. И суммируя кумулятивную частоту пострасмационной летальности за 2 года, она у нас составила 7%, в основном, конечно, вклад сюда вносит тяжелые инфекции, от которых у нас погибли все пациенты в этой группе. Один больной у нас умер от тяжелой нейротоксичности после первой высокодозной химиотерапии. При сравнении токсичности после первой и второй трансплантации достоверных отличий по нарастанию токсичности мы не получили. Хотелось бы также остановиться о направлениях развития в этой области. Нужно сказать, что нам надо продолжить проведение молекулярной стратификации пациентов по группам риска, учитывая молекулярно-биологические данные. На сегодняшний день проводится большое количество работ, изучающих различные варианты иммунотерапии для этой группы больных. Возможно, в ближайшем будущем мы будем иметь более широкое применение таргетных препаратов, но и использование протонной терапии, чем мы сейчас активно пользуемся, особенно для детей с опухолями головного мозга в младшей возрастной группе. Таким образом, можно сделать выводы, что мы получили хорошие данные предварительные по двухлетней выживаемости у пациентов в этой группе больных с эмбриональными опухолями после тандемной трансплантации. Токсичность тандемной трансплантации приемлема, и вторая трансплантация значимо не увеличивает общую токсичность. Больные с медуобластомой и примитивной неэректодермальной опухолью имели лучший уровень выживаемости достоверно, в отличие от других пациентов с различными эмбриональными опухолями. И все пациенты, получившие тандемную трансплантацию, закончившие лечение, имеют также высокий уровень безрецидивной выживаемости в сравнении с пациентами, которым не удалось выполнить тандемную трансплантацию по различным причинам. Хотелось бы поблагодарить аудиторию за внимание и нашу мультидисциплинарную группу педиатров за совместную работу и возможность выполнить наши исследования. Спасибо. Спасибо.